всем всем привет кто подключился рад вас всех видеть благодарю что пришли сегодня на эфир видно и слышно замечательно очень хорошо у нас сегодня важная тема поговорим сегодня о медитации что вообще нам нужно чтобы выполнить практику медитации на какие моменты нужно обратить свое внимание для чего нам нужна практика медитации что она нам дает вот на эти моменты хотел с вами пообщаться обсудить у меня вопрос ко всем участникам сегодняшнего эфира кто из вас уже практикует медитации поставьте просто два плюсика а кто еще не пробовал в медитации поставьте просто минус до сегодня мне нужно будет ваша обратная связь проведем эфир интерактивно да с вашими ответами поэтому подключайтесь интересно на будет пообщаться в прямом эфире вижу ваши плюсики все все знают уже в теме на все выполняют практику медитации хорошо если вы уже практикуете напишите что для вас вообще означает медитация что вы получаете при помощи этой практике да что вам дает эта практика коротко там буквально два-три слова самое основное что вам дает медитация ум вот марьяна вижу поставила минус хорошо значит у нас есть люди которые еще не практикует тоже будет интересно сегодняшний эфир будет интересен всем да кто уже практикует медитации кто только думает об этом кто хочет начать поэтому я благодарю всех кто подключился к эфиру и благодарю всех кто будет смотреть записи я думаю информация будет для всех полезно кто интересуется вопросы медитации дайте обратную связь кто уже практикует медитации что для вас медитация что она вам дает да какие так сказать бонусы что меняется вашем может быть настроение состоянии прочитаю ваши ответы леса написал медитация меня наполняет спокойствием и внутренней силой она круто айнаш подключилась привет привет рад видеть да друзья кто заново кто подключился только что подключайтесь к нашему диалогу сейчас обсуждаем тему медитации что она дает ольга написала спокойствие расслабление да все верно медитация на самом деле очень полезная мощная практика которая дает нам буквально за 5-10 минут вернуть себя в ресурсное состояние подключиться к источнику энергии который всем доступен абсолютно всем людям наполнение спокойствием умиротворения силой энергии хорошим настроением отлично так арина написала пока плохо получается кто новичок в медитации напишите просто что в чем у вас сложности возникают до медитации что больше всего вас напрягает либо что что у вас не получается какие есть проблемы вообще если вы допустим решили начать практиковать медитации ну что у вас не получается что вас может быть останавливать что он мешает может быть положение тела еще что-то может быть мысли напишите просто а кто вообще практикует да какие возникают сложности во время медитации давайте будем общаться взаимодействовать чтобы конструктивно прошел наш сегодняшний эфир чтобы мы разобрали по максимуму интересных вопросов на тему медитации сейчас расскажу немножко как это работает медитация да есть три состояния до энергетические 3 состояния человека в энергетическом так сказать плане эмоциональном общем есть в йоговской традиции 3 состояния вот они называются гуна невежество гуна страсти и гуна благости соответственно это тамас раджас и сатва да и когда люди находятся в депрессии в плохом настроении в уныне это как раз таки состояние состояние энергетическое невежество когда человек не знает как он может наполниться энергией как он может гармонично до изменить свое состояние когда у нет инструментов для этого когда он не понимает вообще как происходят процессы энергетические как идут потоки как это вообще вообще в природе все это работает как можно гармонично самостоятельно наполниться энергией вот это называется невежество да когда у человека нет информации и нет желания развиваться в этом вопросе после этого состояния идет состояние страсти когда человек уже примеру с помощью спортивных практик да с помощью каких-то активных действий умеет разжигать себе энергию страсти энергию удовольствия он за счет активных действий может выводить себя из состояния вот этого негативного до такого ленивого так сказать из этого болота может с помощью того же спорта выводить себя на уровень энергии где действует энергия страсти да и следующий уровень на который может выйти человек это энергия благости до сатвичная энергия по йоговской традиции вот и с помощью медитации мы можем принципе за 5-10 минут выйти на этот третий уровень до подключиться к источнику энергии благости это происходит в принципе у всех кто практикует конечно может получиться не сразу да в любом случае процессе медитации как в любых тренировках нужен опыт практика и за не стоит ожидать там моментального результата за одну за две медитации самое главное процессе медитации научиться управлять своим вниманием до тренировать свое внимание и важно понимать куда мы направляем свое внимание где внимание там и сила соответственно в каком уровне мы сейчас находимся до какой гуне вот невежество соответственно страсть или благость от этого зависит от все наши результаты в жизни и нужно изначально определить да в каком состоянии мы находимся принять это заметить осознать и уже исходя из текущего положения мы можем двигаться развиваться да если у нас есть такая цель менять свое состояние всем привет да мило привет общаемся на тему медитации напишите да что для вас медитация что что помогает медитация именно в каких сферах жизни помогает развиваться вам медитация что она вам дает раз прочитаю ваши комментарии я еще спрашивал что он мешает для для успешной практики медитации вот как вы считаете что он не смешает сейчас прочитаю ваши комментарии по поводу что мешать мысли иногда мешают так отвлекаюсь на посторонние мысли иногда не могу полностью отвлечься от мысли так убрать мысли главная сложность с вами это мимолетная проблема благодарю на самом деле не нужно как-то усилием воли прям убирать мысли останавливать мысли поток мысли этого делать не нужно сейчас объясню да у меня есть фломастер и бумага я вам сейчас покажу как работает наш ум чтоб наглядно было понятно вообще для чего нам эта практика медитация нужно на как как она помогает нам изменить наше состояние вот в обычной жизни как ум работает да допустим вы сели медитировать успокоились вроде расслабились стараетесь направить внимание примеру на дыхание или на тело и процессе вас раз мысль появилась какая-то вы что-то вспомнили ой мне в магазин еще сходить надо раз мысль ушла потом другую сторону внимание пошло там не знаю купить хлеба съездить нужно сегодня еще навстречу и так далее начинается процесс такой до движения в уме бесконечный это может продолжаться очень долго вот а в процессе медитации нам важно не остановить этот поток мыслей а вернуть наше внимание к центру центру нашей медитации что может быть центром наш нашей медитации да то есть центром к чему мы стремимся это нам значит нужно выбрать для себя определить цель медитации мы можем концентрироваться на дыхание к примеру просто наблюдаем свое дыхание ли считаем свое дыхание мы можем наблюдать за ощущениями в теле сканировать наше тело да во время моих практик тоже этим занимаемся возвращаем внимание на ощущения в теле помимо этого можно возвращать внимание на мантру примеру выбираете мантру да и начинаете во время медитации без остановки повторять эту мантру и если у вас мысль ушла соответственно возвращаете внимание на мантру и продолжаете ее повторять и таким образом да вот из этого хаоса который обычно происходит в уме мы не пытаемся как-то остановить этот поток мысли это абсолютно бесполезное дело до останавливать поток мысли не нужно мы просто мысль опять куда-то убежала да ой что я сегодня буду вечером делать а может быть нужно там не знаю к другу съездить или к подруге и вот это вот метание мыслей продолжаются продолжает сам ой вспомнили я же медитирую в этот момент нужно вернуть внимание соответственно к центру своей медитации на чем вы концентрируетесь данный момент времени до на что направлена ваша медитация например на дыхание и так далее происходит до ваша мысль опять вдруг куда-то улетает в сторону на другую мысль переключилась еще и вы вспоминаете здесь в этой точке что мне все-таки нужно медитировать аж медитировать все и опять возвращаем внимание к центру медитации на дыхание таким образом происходит движение до в уме ваши мысли вас отвлекают от медитации и вы небольшим усилием воли возвращаете внимание к центру медитации и со временем вот это вот ваша ромашка которая будет получаться до с практикой вот эта ромашка она будет уменьшаться то есть здесь уже будет меньше меньшее количество мыслей которые вас отвлекли и вы будете раньше вспоминать что вы находитесь в процессе медитации и возвращать внимание к центру медитации да и задача от практики к практике именно тренировка вашего внимания чтобы умели замечать что вы ушли от центра медитации и обратно возвращать внимание к центру и чем больше практики со временем до тормашка будет становиться все меньше и меньше 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 и вы будете уже больше находиться именно около этого центра до вашего соответственно наблюдения центра медитации поэтому вот основная проблема про которую говорят новички что мысли улетают да на самом деле это абсолютно не проблема мысли у всех людей есть соответственно всех они отвлекают от центра медитацию нужно научиться замечать что вы ушли в сторону до и вернут соответственно усилием воли внимание на центр медитации за счет того что вы заметили и вернули да вы тренируете силу воли соответственно в медитации Помимо того, что вы тренируете внимание, вы начинаете замечать, куда направлено ваше внимание в данный момент времени. Кроме этого, вы еще тренируете волю. Так что медитация тренирует и внимание, и волю. Плюс, еще важный момент, намерение. То есть перед медитацией вы себе ставите цель, задаете себе ориентир, создаете намерение, на что вы будете возвращать свое внимание. Пусть это дыхание, либо это наблюдение за ощущениями в теле. Либо это мантра. Вы создали намерение. И тут получается третий фактор прорабатывается. Вы учитесь создавать намерение и возвращать за счет усилия воли небольшого, за счет намерения возвращать свое внимание к центру медитации. Понятно, я объясняю? Друзья, поделитесь, пожалуйста. Я сейчас прочитаю ваши комментарии. Так. Так. Когда обратно? Может быть, в Россию мы... А куда обратно? Мы большую часть года на Бали живем. Если вопрос, когда обратно в Россию, то может быть, осенью прилетим. Так. Дальше. Оля написал, Оля, привет. Как интересно. Жалко, у меня интернет не тянет. Оля, можно будет в записи посмотреть. Может быть, я потом еще, если получится сохранить, на YouTube выложу эту запись. Так. Так. На себе почувствовал чудеса медитации. Анатолий, благодарю вас за обучение. Да, пожалуйста. Да, понятно. Эльвира написала, понятно. Хорошо. Миша написал, понял. Да, Миша, у меня дом на самом деле сейчас. Это весь мир. У меня нет дома в России. И поэтому мы путешествуем большую часть времени на Бали. Значит, продолжим. Если все понятно. Что еще может помешать для практики медитации? Важно помнить про осанку, про ровную спину. То есть, когда у нас ровный позвоночник. Позвоночник это наша энергетическая основа, да. И, соответственно, это энергетический канал. Если мы начинаем сутулиться, сгибаться, энергия через нас протекает уже не так хорошо. Поэтому во время любой практики, неважно, это медитация, какие-то другие энергетические практики. И вообще в жизни, да, старайтесь всегда держать ровную осанку. Это очень важно для того, чтобы энергия через вас легко проходила. И во время медитации обязательно сохраняйте осанку. При этом старайтесь максимально расслабиться. Единственное, что у вас в момент медитации может быть напряжено, это вот мышцы поясницы для того, чтобы поддерживать ровную осанку. Поэтому, да, соблюдайте осанку. Кроме этого, важно, в каком положении вы сидите. Как можно медитировать? Напишите, пожалуйста, кто из вас в какой позиции медитирует. Дайте обратную связь. Можно медитировать в позе лотоса, да, это когда одна нога, соответственно, на другую закидывается и таким образом скрещивается. Можно пол лотоса, это когда только одна нога, получается, закидывается. Вот, можно просто... Вот я сейчас сижу, сейчас покажу. В позе по-турецки, да. Таким образом можно сидеть с ровной спиной, с ровной осанкой. Обязательно пользуйтесь подушкой. Вот у меня, видите, в уголку куча подушек. Если вам неудобно сидеть, вы можете подложить подушечку повыше, под ягодицы, соответственно, скрестить ноги таким образом, чтобы колени касались пола. Вот, чтобы колени упирались в пол. И сидеть нужно с ровной спиной. Если вы побольше подушек положите, значит, вам будет комфортнее сидеть. У кого еще нет привычки, да, в этой позиции сидеть, значит, просто подкладывайте больше подушечек под ягодицы. И будет комфортнее сидеть. Плюс, можно еще просто, да, если вам, допустим, по-турецки неудобно, можете просто сесть на край стула с ровной спиной. Тоже. Как вариант для медитации? Сейчас прочитаю ваши комментарии, кто как сидит. Леиса написала, да, от осанки многое зависит, на себе испытала. Анечка написала, лежа. Лежа, конечно, хорошо, но есть минус в этой позиции, можно уснуть. Так, Наталья написала, пол лотос. Мила написала, да, Анатолий, спасибо, сейчас слежу за осанкой. И когда сутулись, становится некомфортно сразу. Да, осанка влияет в том числе на нашу уверенность. Чем, соответственно, мы ровнее сидим, тем больше у нас уверенности за счет того, что энергия, энергия через нас спокойно протекает, без сопротивления. Так, Леса написала, сижу с прямой спиной и ноги сомкнуты в стопах. Ага. Так, Ольга написала, по ощущениям иногда в позе по-турецки, иногда ноги на земле. Так, Анна написала, сижу на стуле с ровной спиной, лежа или в позе лотоса. Наталья написала, ага. Сижу в кресле с высокой спинкой. Да, хочу предупредить, что не стоит во время медитации опираться на стену, либо на спинку. Почему не стоит этого делать? Потому что нам нужно тренировать наши мышцы спины. Если мы не тренируем наши мышцы спины, соответственно, убрать опору, мы начинаем опять сгибаться, сутулиться и так далее. А если мы постоянно, да, вот этот момент контролируем, держим спинку ровно, как в медитации, так и в обычной жизни, то со временем мышцы наши, поясницы, они становятся более натренированными и нам легче уже держать осанку, соответственно, не сутулиться. Можете даже вот понаблюдать за своим состоянием. Вот сейчас, если вы сидите с ровной спиной, к примеру, да, уберите ровную осанку и понаблюдайте, как меняется ваше состояние, когда вы начинаете сутулиться. Вот просто внимание внутрь себя поместите. И теперь из этого состояния распрямитесь, плечики развернули. И понаблюдайте, как меняется ощущение внутри вас, как меняется энергетика ваша, чувствуется разница. Поставьте два плюсика, если чувствуется разница, можно даже написать, как изменилось ваше состояние. Так, хорошо, прочитаю комментарии. Надо научиться на подушке, пока делаю сидя. Так, а я всегда опираюсь. Ну, опираться, конечно, поначалу, может быть, и можно, но я рекомендую, конечно, научиться делать без подпорки, без костылей, так сказать. То есть нужно тренировать свою спину, да, чтобы и в обычной жизни у вас всегда была ровная осанка, вот, и в медитации намного проще и легче чувствовать поток энергии. Ага, вот ответ на мой вопрос по поводу изменения состояния, когда ровная осанка воздуха внутри становится больше при ровной спине. Во-первых, конечно, да, за счет того, что мы распрямляемся, мы открываем грудь, у нас объем легких увеличивается, да, мы можем дышать полной грудью. Вот в этом состоянии это невозможно, просто физически вдохнуть некуда. Соответственно, воздух, да, это возница духа. Дух это прана, жива, энергия, которая разлита вокруг нас в пространстве. Когда мы можем дышать полной грудью, полным йоговским дыханием, я, кстати, как-то показывал, да, в прямом эфире, что такое полное йоговское дыхание, то мы наполняемся намного лучше этой жизненной энергией. И в процессе медитации, соответственно, мы учимся тренировать свое внимание, возвращать внимание на центр медитации, да, либо это на дыхание, либо на ощущения в теле, да, либо на мантру учимся возвращать внимание. С ровной спиной легче дышать, конечно. Да, не забываем, что именно за счет дыхания мы наполняемся жизненной силой, да, это основной наш источник наполнения жизненной силой. Хорошо, продолжим. Что важно дальше, какие основные моменты во время медитации нам нужно помнить? Нам нужно уметь расслабляться. То есть мы, да, в обычной жизни постоянно торопимся, что-то там суетимся, спешка какая-то, проблемы, заботы и даже не позволяем себе просто сесть, просто расслабиться, просто отдохнуть, просто понаблюдать за своим состоянием, понаблюдать за ощущениями в теле. Вот в медитации мы себе официально разрешаем это делать, да, то есть выделяем себе специально для этого процесса 10, 15, 20 минут времени, садимся в удобное положение с ровной спиной и расслабляемся. Просто позволяем себе отпустить все напряжения из тела, отпустить все напряжения из ума, полностью расслабиться. И нам не нужно, опять же, я повторюсь, как-то усилием волем останавливать поток мыслей. Нет, этого делать не нужно, да. Напоминаю вот про эту ромашку, что основная задача медитации, да, научиться, научиться вот из этого хаоса осознать вовремя, что внимание убежало куда-то и вернуть внимание к центру. Вот задача медитации. Тренировка внимания, тренировка воли, да, но при этом это должно быть без напряжения, без напряжения. То есть, да, вы осознали, ой, у меня мысль опять куда-то улетела там. Осознали, заметили это. И легким усилием возвращаем внимание на центр медитации. Да. И, да, не забываем про расслабление. Допустим, если мы наблюдаем за своими ощущениями в теле во время практики медитации, сканируем наше тело во время наших практик, мы часто именно через сканирование тела, да, наблюдаем за ощущениями. Заметили какое-то напряжение. Соответственно, направили внимание на этот участок, где есть напряжение. Во время вдоха направляем жизненную энергию в силу. К примеру, поясница чувствуется напряжение, да, тяжело держать ровную спину. Там мышцы напрягаются. Во время вдоха направляем внимание в эту точку, направляем жизненную силу. И во время выдоха просто отпускаем все напряжение, расслабляемся. Стараемся по максимуму отпустить все напряжения из тела. Это касается любой точки нашего тела, да, где вы, соответственно, заметили напряжение. Туда вы направляете внимание, на выдохе расслабляетесь, отпускаете напряжение. Во время практики, вот мы сегодня сделаем практику в конце эфира, мы как раз-таки просканируем наше тело от макушки и, соответственно, вниз. Мы наблюдаем, где у нас есть напряжение и будем расслабляться. Хорошо. Какой еще важный пункт во время медитации? Сейчас прочитаю ваши комментарии и продолжим обсуждение. Лисан написал, если спину не опирают, то расслабиться сложнее. Да, конечно, если мышцы поясницы не привыкшие, да, к кровной осанке, соответственно, труднее расслабиться. Но неважно, пусть мышцы поясницы, они в любом случае будут держать вашу спину, да, в любом случае там будет тонус. На это не стоит обращать такое внимание и пытаться прям полностью расслабить мышцы поясницы. Потому что если мы мышцы поясницы расслабим, то, соответственно, у нас осанка провалится. Поэтому единственное, что у нас в тонусе во время медитации, это как раз-таки мышцы поясницы, которые отвечают за нашу ровную осанку. Поэтому переживать из-за этого не стоит. Это нормально, что они в тонусе. Так, воздух внутри становится больше, это я уже читал. Эльвира написала, когда сутулись, чувствую тяжесть. Как будто весь мир на мне лежит. Стоит только выпрямиться, сразу легче. Да, все верно. Анечка написала, то есть с опытом все получится, как у вас. Да, на самом деле у меня не такой уж огромный опыт медитации. Я так же, как и вы, учусь каждый раз, да, практикую. Что-то для себя новое открывается во время каждой новой медитации. Тут не нужно ждать каких-то суперрезультатов через одну, через две медитации. Это так же, как и тренировка в спортзале. Вот, допустим, вы же приходите, когда на тренировку в спортзале, если вы там решили свою фигуру поправить, да, вы же понимаете, что за две тренировки вы не сможете там изменить свое тело. То есть для того, чтобы у вас был хороший, заметный, очевидный результат, вам нужно минимум полгода там регулярно тренироваться, да, уделить этому внимание, время, силы, ресурсы. То есть в процессе медитации то же самое. Не нужно ждать моментальных результатов. Конечно, на первых порах, когда вы только начали практиковать медитации, у вас могут быть заметные изменения в вашем состоянии за счет того, что вы начали вообще в этом направлении развиваться. Это как вот, к примеру, комната в доме завалена каким-то хламом, да, если образ такой представить. Старые какие-то там вещи, не знаю, мебель развалившаяся уже, куча пыли, пыли коробок. И вот представьте, что эта комната в доме, это ваш ум, да, заваленный. Вы, соответственно, никогда там до этого ничего не разгребали. Вот такой склад у вас был, бардак полный там у вас. За вашу долгую жизнь скопился этот хлам, да, куда вы по мере там вашей жизни откладывали все лишние детали, так сказать, складывались туда. Вот, кладовочка у вас такая, да, ваш багаж. Представили такой багаж? И вот, это наше пространство ума. У каждого человека, да, если он не занимается своим состоянием ресурсным, если он не практикует медитацию, вот ум может выглядеть как вот эта комната завалена хламом. И если вы начинаете заниматься практиками, медитациями, в первую очередь, соответственно, вы, вот если с образом комнаты это представить, да, начинаете выносить большой какой-то хлам, какие-то шкафы, старую мебель. То есть основной объемный какой-то мусор выкидываете из этой комнаты, да, и у вас уже пространство очищается, у вас уже появляется свободное пространство, вам уже легче дышать. Но, помимо основной какой-то, да, каких-то глобальных таких завалов есть, и остальной мусор, и налет, так сказать, пыль, грязь и так далее. И нам нужна задача наша, да, очищать наш ум регулярно и наводить там все более, так сказать, идеальный порядок. И предела совершенства нет. И, соответственно, выкинули основной большой мусор, а потом приступили, не знаю, подмели полы, там, отмыли стены, начали полировать какие-то поверхности до блеска, то есть доводим до идеала, да. И в медитации, да, этот процесс, он, опять же, повторюсь, не моментальный. То есть каждый раз у вас будет получаться что-то там лучше, да. И не обязательно вам многие могут сказать, что медитация, допустим, не мое. Я там попробовал, попробовала, сидеть тяжело, мысли отвлекают. У кого такое было? У кого были мысли, вот, кто сейчас только начинает или кто уже практикует, да, у кого были мысли на старте, что вот медитация не мое, что не удается мне как-то сосредоточиться, когда, соответственно, мысли отвлекают. Поставьте, пожалуйста, три плюсика. У кого были мысли бросить это дело, потому что вы считали, что практика как-то не так идет, не по сценарию, да, не как у просветленных, так сказать, мастеров. На самом деле не бывает плохой или хорошей медитации. Вообще любая медитация, она всегда идет в развитии. То есть не важно, сколько у вас там раз, да, за медитацию, вот, внимание ваше уходило от центра. Это абсолютно не важно, сколько раз ваше внимание убегало на какие-то левые мысли, да, сколько оно мечется по сторонам. Самое главное, заметите, вернуть. И вот этот процесс, да, он, соответственно, тренирует ваше внимание, ваше намерение, вашу волю. Вот, и именно за счет того, что вы замечаете, да, свои, вот эти вот метания в уме, и за счет того, что вы усилием воли возвращаете к центру медитации, вы тренируете тем самым свое внимание, да, свою волю. И это и есть процесс, да, процесс, который нам нужен. Нам не нужно стремиться к какому-то там космическому состоянию, да, оно, может быть, и придет когда-нибудь, когда-нибудь позже, да, но это не должно быть самой целью. То есть ваша задача основная – это научиться управлять своим вниманием, да, контролировать свое внимание, быть в осознанности, быть в моменте, возвращаться в момент здесь и сейчас, вот из этих мыслей, из этого хаоса возвращать свое внимание на центр медитации. Вот это основная задача медитации. И если каждый раз вы это практикуете раз за разом, да, возвращаете внимание к центру медитации, тем самым вы тренируете свою мышцу, так называемую, да, можно так назвать, мышцу внимания. Вот, мышцу тренируете воли, вот, и это важно, когда вы начинаете осознанно уже подходить к тем моментам, на что направлено ваше внимание. Не забываем, где ваше внимание, там и сила. И благодаря именно медитации мы учимся управлять нашим вниманием, учимся замечать, когда оно куда-то переключилось. Плюс, я в начале эфира говорил про уровни, да, невежества, соответственно, самый низший уровень энергетических, удовольствия и благость. Вот, мы можем, соответственно, за счет медитации за 5-10 минут перейти вот на этот высший уровень энергетической благости, да, подключиться к этому источнику и наполниться по полной программе. Именно за счет того, что вы свое внимание возвращаете от мыслей на источник медитации, возвращаете, к примеру, на тело, да, напитываете себя жизненной энергией, подключаетесь к этому высоковибрационному источнику, который находится в центре, в нас, так сказать, да. Вот. Мы можем подключиться к этому источнику и напитаться энергией очень эффективно, очень быстро. Кто из вас после медитации, либо самостоятельно, либо со мной, если кто практик, практикует медитации, кто из вас во время медитации чувствовал вот это наполнение энергии, чувствовал вот это состояние благости, покоя, радости, да, спокойной радости? А поставьте, пожалуйста, два плюсика, кто из вас это состояние ощущал. И напишите, пожалуйста, получается ли у вас самостоятельно приходить к этому состоянию, спокойной радости во время медитации, во время практики. И даже если вы во время медитации, как вы думаете, много отвлекались, как вы считаете, не достигли этого состояния благости, радости, это не значит, что медитация прошла плохо. Это абсолютно не значит. Ваша задача, повторюсь, да, тренировать осознанность, учиться управлять своим вниманием, контролировать, как вообще ваш ум себя ведёт, и к центру медитации возвращать поток ваших мыслей. Когда вот каждая мысль, да, которая в вашем уме находится, каждое вот это движение в вашей мысли, оно требует определённой энергии. Соответственно, вот в обычной жизни мы чем-то, каким-то делом занимаемся, трудимся на работе. Раз там нас телефон отвлёк, уведомление какое-то пришло, хоп, мысль перескочила, ой, надо посмотреть, а что это там за сообщение. Потом раз, уведомление другое пришло, к примеру, да, на примере телефона, в инстаграм какой-то пост появился, раз ещё раз куда-то перескочило внимание, кто-то позвонил. И вот эти все движения, да, мысли начинают метаться, потом вы вспомнили, ой, нужно ещё в магазин после работы зайти, а ещё нужно заехать на заправку, а у меня ещё с машиной какие-то там вопросы, не знаю, нужно в сервис заскочить. И вот такой вот хаос получается в голове, постоянный. Вот этот хаос, да, каждое такое движение, оно требует затрат ваших жизней сил на вот это движение, да, мысли. Каждая мысль, соответственно, движение – это минус вашей жизненной энергии. И когда вы постоянно в таком хаосе находитесь, ваша жизненная энергия сливается вот на этот беспорядок. И за счёт именно медитации, за счёт навыка управления вниманием, мы можем, допустим, в течение дня себе какие-то важные цели, приоритетные задачи ставить. И усилием воли, как и во время медитации, мы возвращаем всё внимание на свои приоритетные цели и задачи. То есть у нас вот этого уже бардака не будет. Если наша мысль куда-то улетела, мы усилием воли возвращаем на основную задачу внимание. Тем самым мы выбираем вот этот хаос, вот этот ненужный слив энергии и возвращаем внимание на наши приоритетные цели и задачи. Понятно я объясняю? Напишите полезную информацию, которую я вам даю. Дайте обратную связь. Да, кроме этого, мы учимся чувствовать наше тело. Опять же, для чего? Если у нас вот этот хаос в голове, если постоянно наше внимание в мыслях каких-то непонятных, в переживаниях, с помощью намерения, с помощью воли мы можем вернуть внимание на себя, на дыхание, тем самым вернуть, соответственно, энергию на себя, жизнью энергию. Вот. И учимся чувствовать своё тело, соединяемся со своим телом. Очень важно быть соединённым со своим телом. Кроме практик медитации, есть ещё и куча других практик, которые позволяют почувствовать своё тело, соединиться со своим телом на энергию. Я много всего этого даю. Я знаю, что девушки из курса, некоторые сейчас присутствуют в прямом эфире, могут подтвердить. Да. Надо быть соединённым со своим телом. Поэтому, кроме практик медитации, я всегда рекомендую ещё и физические практики, да, какие-то синхронные упражнения делать, которые направлены на синхронизацию левого, правого полушария. То есть, всё должно быть в балансе. Как духовное развитие, когда вы выходите на новый энергетический уровень, так и физическое развитие. Нельзя забывать про своё физическое тело и не заниматься им. Делать только медитацию. Это будет перекос, который, соответственно, приведёт тоже к негармоничным каким-то результатам. Всё должно быть в балансе. То есть, наше тело – это храм души. Если мы хотим развиваться на энергетическом уровне, соответственно, нам нужно обязательно заниматься также своим физическим состоянием, да. Плюс питание очень важно своё начать контролировать. Поменьше есть каких-то вредных продуктов, больше полезной пищи, вот. Чтобы всё было в балансе, в гармонии. Что ещё? Во время медитации. На что стоит обратить внимание? Если у вас во время медитации, к примеру, какие-то внешние факторы вас отвлекают, да, можно воспользоваться визуализацией. Представить, вот вы сели в медитации, да, закрыли глаза, представить, что вы находитесь в каком-то красивом месте на природе, может быть, на берегу океана, либо там на вершине горы. То есть можно включить визуализацию, да, и представить, что вы находитесь в другом месте. Потому что мы сильно зависим от той среды, в которой находимся. И если, допустим, среда нас как-то напрягает, да, что-то, какие-то недовольства у нас есть по поводу среды, то мы на это тратим большой ресурс нашей энергии. И мы можем спокойно убрать эту утечку энергии, просто визуализировав другой образ. Здесь, к примеру, мы находимся там на вершине горы, да. И если вы будете практиковать, то со временем у вас будет легко получаться именно переключиться от каких-то внешних раздражающих факторов на свое внутреннее состояние, на свое внутреннее ощущение, и вы сможете представлять себя где угодно, да. И тем самым вы избавитесь от привязки к месту. На вас уже места не будет никак воздействовать. Вы сможете спокойно проводить свою практику, не напрягаясь, да, на какие-то внешние раздражители. Также по поводу звуков. Во время медитации вы можете полностью погрузить внимание внутрь себя, или, к примеру, на дыхание, или на мантру, да. Проговаривать мантру постоянно, да. Тем самым вы можете даже не замечать какие-то внешние звуки. И это тоже нормально, если вы, допустим, перевели внимание на себя, да, не замечаете внешние какие-то раздражители. Это хорошо. Но даже если какие-то внешние раздражители вас все-таки достают, там, резкие звуки, не знаю, там, кто-то там что-то сказал, еще что-то. Это тоже тренировка, на самом деле, да, внешние раздражители. Соответственно, если на ваше внимание переключается на внешние раздражители, вы это отследили у себя, да, какой-то там звук громкий, дверью кто-то хлопнул, там, еще что-то там, кто-то закричал. Да, вы заметили, ох, ваша мысль улетела. Вы это заметили? И возвращаете внимание опять на объект медитации, в центр себя, да, заметили, оп, я все-таки медитирую. Вернули внимание, продолжаете, да, то есть учитесь не реагировать на какие-то внешние раздражители, они вполне могут быть, просто наблюдаете, да, они есть, признаете такой факт, что вот какой-то есть отвлекающий момент, ну и что, пусть будет. Тем не менее, никто вам не мешает вернуть внимание на объект медитации и тем самым продолжить свою практику. Да, плюс можете подключать визуализацию в своих практиках, чтобы, соответственно, как бы убрать вот это вот влияние окружения на себя. Можно подготовить себе место специальное, да, выделить себе какой-то уголок для медитации, где вас, соответственно, никто дергать не будет. Постелите себе там подушечек побольше, чтобы вам удобно было, комфортно сидеть, чтобы вас никто не беспокоил, да. Соответственно, уберите все мешающие вам факторы, раздражающие, может быть, факторы. Найдите для себя комфортное положение, опять же, повторюсь, там положите подушечки, чтобы комфортно было сидеть с ровной спинкой, без напряжения особого. Опять же, поясница, да, она может быть в тонусе, но не должно быть больше напряжения в теле, вы должны быть по максимуму расслаблены, кроме поясницы. Сейчас прочитаю ваши комментарии. Если у вас есть вопросы по практике, задавайте, потому что скоро, наверное, мы уже приступим к медитации, да, и если вы хотите еще что-то спросить, задавайте ваши вопросы. Ольга написала, пока не получается самостоятельно, с помощью проводника. Это вы, Анатолий. Благодарю, Ольга. Очень полезно, благодарю, все понятно. У меня упражнения на синхронизацию не получаются. Обращу на это внимание, спасибо. Да, Людмила, нужно обязательно выполнять практики, которые синхронизируют работу нашего левого, правого полушария, возвращают нас, так сказать, на ощущение нашего тела. Чем лучше мы чувствуем свое тело, чем лучше мы управляем своим телом, тем лучше мы, соответственно, управляем и своим разумом, да, своим вниманием. Это прямая взаимосвязь. Это также, вот, допустим, как можно определить, насколько у нас в голове беспорядок. Обратите внимание на свой дом, да, где вы живете, на свое пространство, может быть, на рабочее место. Если у вас все ровненько по полочкам разложено, да, никакого бардака, значит, вы стараетесь поддерживать порядок, чистоту, да, также и в доме, да, если у вас, соответственно, везде чистота, порядок, ничего лишнего не валяется, нет никаких там углов, в котором хлам какой-то навален, значит, вы стараетесь поддерживать пространство в чистоте, да. А если у вас дома пройти невозможно, там, шаг вступить, все чем-то заставлено, завалено, много всяких непонятных вещей, ненужных, то это большой повод задуматься о том, что у вас происходит вообще в голове, в вашем, соответственно, уме. Если вокруг вас бардак, значит, соответственно, и внутри у вас то же самое, да, внешне отражает наше внутреннее состояние. И еще важный момент во время практики, убираем все ожидания, да, повторюсь, не нужно стремиться к каким-то космическим ощущениям, к каким-то непонятным состояниям. Состояния могут быть, да, это как бонус какой-то, но не стоит к ним привязываться. Самое главное, да, учиться управлять своим вниманием, тренировать свою волю, чувствовать свое тело и именно возвращать внимание постоянно на центр, на объект медитации. По длительности медитации. Медитация может быть от 10 минут, к примеру, 10, 15, 20 минут. Если вы только начинаете практиковать, достаточно 10 минут, хотя бы, да, с этого времени нужно начинать ваши практики. Убирайте ожидания, не стоит привязываться к каким-то состояниям. Каждая практика медитации может проходить по-новому, да, какие-то новые ощущения, новые состояния, новые осознания. Если у вас, соответственно, во время медитации какие-то воспоминания могут всплывать, из прошлого могут, они могут вам дать какие-то подсказки, да, какие-то уроки вы можете вынести из этих воспоминаний. То есть не стоит как-то блокировать воспоминания, блокировать мысли. Вы просто наблюдаете, да. Наблюдаете, и если понимаете, что вас уже слишком сильно увлекла какая-то мысль, да, если вы понимаете, что вам уже пора вернуть, так сказать, внимание на центр медитации, вы усилием воли возвращаете внимание на медитацию, на процесс. Но также можно и не только концентрировать свое внимание на какой-то точке, да, можно также и расфокусировать внимание. Это тоже хорошая практика, когда вы начинаете соединяться с пространством. То есть есть фокусировка, да, когда вы внимание на какой-то объект направляете, есть расконцентрация, когда вы сливаетесь с пространством, с миром и так далее. Это два разных противоположных значения, но в медитации можно и расфокусировку тоже, соответственно, проводить, да, стараться ощутить себя частью целого, частью мира. Это уже немножко другой процесс. Не буду сейчас в это углубляться, но если у вас в процессе медитации появляется вот это ощущение, что вы являетесь частью одного целого, соединенность когда появляется с мирозданием, то это тоже хорошо. Наблюдайте, наслаждайтесь, чувствуйте, старайтесь больше принимать, да, проводить, так сказать, поток энергии, соединяться со своим высшим Я. хорошо, кто готов приступить к практике, напишите, пожалуйста, кто готов, мы с вами сейчас делаем медитацию в прямом эфире, если меня нормально слышно, то мы в принципе можем начать. Сейчас, наверное, музычку включу какую-то. во время практики можно использовать музыку, да, для медитации, я иногда включаю музыку рейки, можно использовать мантры во время медитации. Вот есть, кстати, такая мантра, тоже ее можно использовать, Баба, Нама, Кевалам, переводится как Высшая Любовь, ну, все, все, все есть, это Высшая Любовь, все есть, это, соответственно, Высшее Сознание, вот, если вы еще не пробовали, можете во время медитации попробовать, да, проговаривать вот эти слова, Баба, Нама, Кевалам, вот это мантра такая тоже, которая направлена на соединение вот именно с Высшим Сознанием, с Высшими Энергиями. Сядьте поудобнее, с ровной спиной, примите удобное положение, глаза закрыть, взгляд как бы получается перед собой, да, вот, глаза закрыли, взгляд перед собой, я камеру, наверное, переключу, чтобы на меня никто не отвлекался, пусть там пальмочки будут на фоне, с ровной спинкой, но в любом случае, глаза закрываем, принимаем удобное положение с ровной спинкой, и мы сейчас начнем нашу практику, вспоминаем, да, что главная задача замечать, когда наши мысли нас отвлекают от процесса, да, медитации, и возвращать свое внимание на центр медитации, соответственно, мы сейчас будем направлять внимание на дыхание, направлять внимание на ощущения в теле, и если какие-то мысли вас увлекли, возвращайте внимание просто к центру медитации и наблюдайте, что происходит. Не стоит усилием воли как-то блокировать мысли, пытаться их остановить, да, представьте, что это мысли, если они появляются как облака на небе, то есть они могут появляться, проявляться, исчезать, не надо как-то их разгонять, там, стараться, да, что-то стрелять по ним из пушки, этого делать не нужно, просто, да, наблюдаете. И если вы заметили, что какая-то мысль вас увлекла, осознали, да, что вот ваше внимание увлекла эта мысль, вы возвращаете внимание на центр медитации. Хорошо, давайте приступим, сделаем несколько глубоких вдохов-выдохов, начали, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Давайте начнем сканировать наше тело, понаблюдаем за ощущением в теле, направляем внимание на макушку, наблюдаем за ощущением в макушке, дыхание свободно, расслаблено, с каждым вдохом наполняемся жизненной силой, энергией, светом, с каждым выдохом выпускаем все напряжения, переживания, внимание на лицо, понаблюдайте за мышцами, убираем все напряжения, внимание на челюсть, расслабляем, рот немножко приоткрыт, челюсть расслаблена, переводим внимание на уши, затылок, шею, ключицу, плечи, если вам не удается почувствовать ощущения в определенной части тела, про которые я говорю, не расстраивайтесь, с практикой, намного проще будет управлять своим вниманием и наблюдать за ощущением в теле, продолжаем сканировать тело, внимание на руки, руки, от плечи до локтей, локти, запястья, ладони, понаблюдайте за ощущениями в ладонях во время вдоха, как меняются ощущения во время выдоха, возвращаем внимание на тело, верхняя часть спины, средняя часть спины, поясница, внимания на живот, грудь, понаблюдайте какое время вдоха, грудь и живот надуваются, наполняются, понаблюдайте за процессом дыхания, продолжаем дышать, наблюдаем за ощущениями в теле, наблюдаем, что происходит во время вдоха, во время выдоха, наблюдаем за ощущениями в теле, наблюдаем за дыханием, внимание на центр груди, почувствуйте, как расширяется ваша грудь, наполняется воздухом, светом, энергией во время вдоха, во время выдоха отпускаете все напряжение, если чувствуете какие-то переживания, обиды, тоже отпускаете все эти эмоции во время выдоха, обычно эмоции концентрируются в районе груди и во время практики медитации мы можем также отпустить все накопившиеся эмоции с благодарностью и любовью, продолжаем дышать каждый вдох наполнение жизненной силой энергии света а выдох это отпускание ослабление освобождение от старых нужных эмоций от зажимов и блоков в уме и теле дышать попробуйте почувствовать биение ваше сердце направьте внимание в центр груди понаблюдайте понаблюдайте как бьется ваше сердце если не удается почувствовать ритм сердца услышать пульс не расстраивайтесь с налогом это будет сделать намного почвы мы продолжаем сканировать наше тело внимание переносим ниже живот опускаем внимание в район копчика почувствуйте ягодицы бедра колени голени икры лодыжки стопы почувствуйте почувствуйте каждый палец на вашу ноги понаблюдайте за ощущением во время вдоха во время выдоха возвращаем внимание на обе ноги обе руки грудь и живот вся спина голова и шея теперь почувствуйте все тело если есть еще где-то напряжение расслабляйте на выдохе расслабляемся наблюдаем за ощущением в теле теперь внимание направляем на дыхание давайте посчитаем дыхание один это вдох два выдох три вдох четыре выдох пять вдох шесть выдох семь вдох восемь выдох девять вдох десять вдох если в процессе будут вас какие-то мысли отвлекать не забываем возвращать внимание на центр медитации в данный момент это счет нашего дыхания наше дыхание это центр медитации возвращаем внимание на дыхание если вы сбились со счета тоже не беда просто начинаем считать сначала начали двох перевод чтобы раз несколько дыханий двох 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 Субтитры создавал DimaTorzok Завершаем счет дыхания. Теперь просто наблюдаем за нашим дыханием. И давайте понаблюдаем за нашими мыслями. Оставаясь просто сторонним наблюданием, наблюдателем без вовлечения. Если какая-то мысль или эмоция увлекла вас, небольшим усилием возвращаем внимание на дыхание. Давайте пару минуточек просто понаблюдаем за нашими мыслями, за нашими эмоциями и за дыханием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Удалось ли мне соединиться с источником энергии, спокойствия, радости, благости, почувствовать это состояние. Можно потихонечку возвращаться ко мне, открывать глаза. Напишите, пожалуйста, как прошла ваша практика, получилось ли расслабиться. Несмотря на наше прерывание, прямой эфир у нас не вовремя завершился, но я надеюсь, это не помешало вам соединиться с этим состоянием, с этой энергией радости, спокойствия, благости. Напишите, пожалуйста, как вы себя чувствуете, как изменилось ваше состояние, настроение за время этой практики. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Заметили ли вы, как ваши мысли начинают вас раздергивать, удалось ли вам в процессе вернуть внимание на центр медитации? Напишите, пожалуйста, получилось или нет, поставьте три плюсика, если вы замечали, как ваши мысли вас отвлекают, если вы смогли взять под контроль, даже не то, что взять под контроль, а просто вернуть внимание на центр медитации. Прочитаю ваши комментарии. Людмила написала, такая легкость. Ольга написала, получилось расслабиться очень мне, хорошо сейчас, благодарю. Благодарю за обратную связь. Галина написала, благодарю, Анатолий, приятное расслабление, легкость, отлично. Лисанна написала, супер, с каждым разом все мощнее и мощнее, благодарю, Анатолий. Благодарю. Так, Анна написала, благодарю. Попробовала медитировать на подушке, новые ощущения, отлично. Да, не стесняйтесь пробовать что-то новое, практиковать, какие-то новые эксперименты проводите. На самом деле нет никаких строгих ограничений, каких-то там рамок. Экспериментируйте, пробуйте что-то новое, да. Попробовали, к примеру, один раз внимание на дыхание больше направили, да. Второй раз на ощущения в теле направили внимание. Третий раз мантру какую-то выбрали для себя, на нее направили свое внимание. Экспериментируйте. Пробуйте, пробуйте что-то новое, пробуйте практиковать не только вместе со мной, да, либо с проводником, пробуйте самостоятельно. Медитация тоже очень важно, уметь без какой-то помощи, поддержки самостоятельно провести практику. Для этого вам вообще ничего не нужно, только желание и, соответственно, немножко времени. Практикуйте самостоятельные медитации, тоже очень интересно. Эльвира написала, получилось расслабиться, я как будто стала, а, спала, но не спала. Мысли почти не отвлекали. Хорошо. Так, состояние отличное, мысли как облака. Вы молодец, спасибо вам. Благодарю за обратную связь. Да, я всех благодарю, кто сегодня смог подключиться к прямому эфиру. Благодарю всех, кто будет смотреть в записи. Да, очень важно понимать, для чего вы делаете практики. И вот те основы, про которые я сегодня говорил в первой части эфира, важны. Без этого можно сбиться, так сказать, с курса и потеряться в каких-то непонятных направлениях. Да, важно понимать, для чего вы выполняете практики, зачем они нужны. Самое главное, это научиться управлять своим вниманием. Если вы научитесь управлять своим вниманием, этот опыт, этот навык в жизни вам очень пригодится. Вы сможете концентрироваться на своих каких-то приоритетных целях, задачах. Вы сможете целенаправленно двигаться к вам, к нужным для вас целям. То есть, сможете сами формировать свою жизнь, своими намерениями, своими действиями. А не так, как в первом случае, когда внимание хаотичное, и вас раздергивает все, что попадается. Вашему вниманию. Важно учиться быть осознанным, быть, соответственно, целенаправленным. И практика медитации, это один из ключевых, так сказать, способов, которые помогают к этому прийти. Помимо этого, есть еще и другие практики. Все, кто проходил мои программы, знают об этом. Кто на марафоне был, кто в энергии, соответственно, обучался, обучение проходил. Кто сейчас проходит энергию. Да. Всех благодарю, кто был на эфире. Если будут вопросы, пишите в комментариях под крайним постом по поводу медитации. Я вас тоже благодарю, что пришли, нашли время для этого. Подключились к прямому эфиру. И до новых встреч в эфире. Всем хорошего дня, чудесного настроения. Пока-пока. До новых встреч. Благодарю.